Мы планируем сделать здесь детскую спортивную школу, открыть и сделать какую-то бюджетную дюшер, где дети смогут бесплатно заниматься. Это первое. А в эти выходные, в воскресенье здесь будет произойти чемпионат России по скалолазам. Учиться покорять горы можно, не покидая Одинцово. Скалодром для профессионалов и не только находится на территории Московского насосного завода. Оборудование для любителей полазить производят тоже здесь. Компания, которая изготавливает оборудование для скалодромов, один из почти сотни арендаторов Московского насосного завода. Все производители. Такова политика руководства предприятия. Фактически каждый сантиметр этого предприятия занят именно такой производственной деятельностью. Со многими пообщались, определились в формах поддержки, рассказали, как важно быть зарегистрированы на территории Московской области, Одинцовского округа. И какие меры поддержки, соответственно, могут быть применены к той или иной деятельности. Ну, постарались всех, безусловно, заинтересовать. Московский насосный завод одной из старейших предприятий муниципалитета был создан еще в 1934-м. Его продукция славится своим качеством и низкой ценой. Здесь трудится более 140 человек. Когда я пришел на завод, я начальником цеха, мы выпускали 5 модификаций насосов для грязевых вод. Сейчас их больше 40. То есть это работа наших технорей, нашего производства. Пандемия коронавируса отразилась на работе Московского насосного завода. Руководство отмечает серьезное падение. Выровнять ситуацию не только самому предприятию, но и его арендаторам помогло бы расширение рынка сбыта. Больше вопросы касались как раз сбыта готовой продукции и увеличения портфеля заказов. Мы договорились со многими, что получим портфель, что называется, того, что могут производить эти компании. И на каждую встречу с бизнесом будем предлагать эти товары для реализации. Кроме того, глава Одинцовского округа рассказал руководителям компаний о действующих в регионах мерах поддержки. Эта помощь, по словам руководства насосного завода, будет очень кстати. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.